Если утро доброе, значит и день будет удачным. В прямом эфире продолжается программа «Твое утро» и наш генеральный партнер компании «Хангрупп» желает вам всем отличного настроения. Итак, дорогие друзья, завтра, 5 и 6 мая в октябре пройдет республиканский конкурс исполнителей на духовных и ударных инструментах. Он посвящается памяти Владимира Никифоровича Фоменко, заслуженного деятеля культуры Казахстана, руководителя городского оркестра и директора музыкального колледжа. Да, духовые и ударные инструменты. Немножечко, как говорилось, моя напарница, но для того мы и рядом сидим, чтобы друг друга координировать. У нас сегодня в студии Коныш Дусинбаев, преподаватель музыкального колледжа, один из организаторов конкурса. Коныш, рады вас видеть. Вот честно, царство небесное Владимиру Никифоровичу, который потрясающий человек, он участвовал в наших телепроектах, первом музыкальном телепроекте для детей «Фабрика звезд детская» на нашем телеканале. И я помню, когда мы снимали эту программу, это была уже глубокая ночь, и он сидел именно вот здесь, на этом диване, потому что в другой части студии пока доделывали декорации, и он ждал. Говорит, Дим, когда мы начнем? Я говорю, Владимир Никифорович, скоро начнем? Он говорит, я так хочу послушать детей, но так как мы первые этапы делали под плюс, вы понимаете, он говорит, убирайте плюс, надо петь под минус. И с тех пор, вот после его фразы, после первого программы, там, вторую, третью мы уже начали переделывать, и дети реально пели вживую. Вообще, кто будет участвовать в конкурсе? Расскажите, он впервые стал республиканским или как? Так, вообще, конкурс у нас уже проводится в течение трех лет. Это уже третий конкурс, но республиканским он стал только в этом году, мы дали ему статус. Так как в прошлых годах у нас участвовали регионы другие, это Атрау, Уральск, Ченкен, поэтому география расширяется, поэтому мы решили, что у нас статус будет республиканский. В конкурсе участвуют исполнители на духовых и ударных инструментах. Четыре возрастные категории, это младшие классы детских музыкальных школ, детские школы искусств, потом старшие классы и колледжи, тоже первый, второй курс и третий, четвертый курс колледжей. На данный момент получили около, даже больше, чем 100 заявок, среди которых и оркестры, очень интересная программа, очень насыщенный репертуар, там будет очень интересно, и как бы жаркие будут споры между конкурсантами, так что в этом году у нас можно считать, что, ну, думаю, что у нас конкурс будет удачным. А вот, Коныш, на какие средства организованы? Ну, вообще... Если не секрет. На самом деле, конкурс на данный момент строится на чистом энтузиазме. Начинали мы все это, ну, свои средства, потом есть люди неравнодушные. А вот никто не берется спонсировать, либо вы не обращались? Есть спонсоры, почему маленькие, но пока что у нас бюджет маленький, ну, как бы, главная задача наша сейчас пока что организовать, начать... Дать старт, да? Дать старт, показать, что у нас есть конкурс, что мы можем, что нам нужно это, понимаете? Поэтому есть определенные результаты, есть цели конкурса вообще в том, чтобы развивать культуру, в общем, развивать исполнительство на духовых ударных инструментах. Это общение, это контакты, творческие контакты. Вот сейчас мы уже второй год с регионами работаем, с другими, у нас появляется определенная конкуренция, у нас появляются связи. Мы общаемся, мы знаем друг друга, мы разговариваем, мы обсуждаем вопросы. Поэтому это очень-очень интересное и очень нужное дело. Поэтому, как бы... Есть интерес, есть интерес, есть история, есть уважение. Да, есть история, есть уважение. Это вообще, вот, на самом деле, это дело, как бы, вообще начатое давным-давно еще, наверное, в основу этого дела, наверное, в основе еще стоял Ахмед Жубанов, это последовательность поколений. Также вот про Владимира Никифоровича, вот, как бы мы являемся последователями его дела, которое он начал. Куаныш, а ваша школа духовых инструментов в октябре, да, складывалась при личном участии Владимира Фоменко, да. Выпускники тех лет вернулись сейчас преподавать? Да, конечно, есть. Я знаю, если не ошибаюсь, вы его ученик, нет? Да, я учился, когда Владимир Никифорович был заведующим, был заместителем директора по учебной части еще тогда музыкального училища. Конечно, и я работал у него в оркестре. Ну, я расскажу вот про Владимира Никифоровича, что в 1972 году его пригласили сюда, это Кайр Гали Усенович Кужамбаев, в то время директор колледжа, только что образовавшийся. Кужамбаев Кайр Гали Усенович, он вообще ученик Ахмеда Жубанова, ну, тоже, получается, последовательность поколений, и также он приглашает Фоменко Владимира Никифоровича. Владимир Никифорович открывает здесь, можно сказать, первую профессиональную школу духовую, именно исполнительно-духовых. Далее он организовал первый профессиональный коллектив, духовой оркестр в городе Ахмедович. Поэтому это дело, мы являемся последователями, и стараемся, не то что стараемся, сейчас уже как бы наращиваем обороты. То есть дело продолжается, самое главное. Да, дело продолжается, еще и развивается, можно сказать. Это здорово, здорово, что действительно у людей есть интерес, и есть кому заниматься, видно, с какой любовью вы говорите. Интерес есть, да, это очень интересно. А вы скажите, вот 5-6 мая пройдет именно в городском Доме культуры, это бывшая филармония, что находится в районе Жилгородка, да? Данная цель конкурса, это непосредственно вспомнить? Нет, наверное, не вспомнить. Главная цель – это развитие исполнительства на духовых инструментах. То, что вспомнить Владимира Никифоровича, я всем объясняю, многие думают, что это как бы такие вещи, да, что как бы это все в память. Я думаю, если будет жить дело, которое начал Владимир Никифорович в Актюбинске, я думаю, память о нем будет тоже жить. Если это будет дело вечное, значит, соответственно, и память будет вечная. А вот Владимир Никифорович возрождал в Актюбе джаз в конце 80-х, да? Да. Вот как это было? Ну, во-первых, наверное, нужно с истории начать, что изначально был оркестр духовой при городском парке. Потом этот оркестр сделали эстрадно-духовой. Оркестр эстрадно-духовой музыки. Ну, в те времена, конечно, наверное, не разрешалось говорить прямо, что это джаз, но, как бы, эта музыка была известна, люди знали, что такое импровизации. Соответственно, когда он стал эстрадно-духовой, состав соответствует по мировым стандартам, называется «биг-бенд», это значит, «большой джазовый оркестр». Ну, и, соответственно, если есть такой состав, существует и литература, существует и нотный материал, получается, что есть состав, есть материал, и появляется джаз. Здорово. Да, и также проходили фестивали джазовые, еще даже в советские времена оркестр нашего города стал лауреатом первой степени всесоюзного фестиваля-конкурса. Это большая заслуга Владимира Никитича была. Ну, что ж, я надеюсь, что актюбинцы обязательно посетят 5-6 мая в городском доме культуры. Городской дом культуры находится у нас в районе Жилгородка, это бывшая филармония имени Газизы Жубановой. Так, чуть-чуть-чуть пониже, да-да, положить, сказали нам операторы, чтобы... Да, да, сами прочтем. Да, да. Третий открытый республиканский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах имени заслуженного деятеля искусства Республики Казахстан Владимира Фоменко. Куаныш, благодарим вас огромное за то, что сегодня вы посетили нашу студию, рассказали, за то, что вы такой молодец, что пришли и сказали все как есть. Искренних людей сейчас очень мало. Да, спасибо. Это здорово. Успехов вам. Успехов, и вы делаете действительно благо дело для развития культуры актюбинской, не только... Еще, если можно одну секунду, хотел бы пригласить горожан наших, что в рамках конкурса будет проводиться концерт детского джазового оркестра. Это город Чемкент приехал, Бала, джаз-бэнд. Это в 16.00, 6 мая. Вход бесплатный, в любое время вы можете прийти, будет очень-очень интересно. Потрясающе. Детский. Слушайте, а вот нам тоже надо детский создать? Да, мы уже создали. Уже есть? Да, начало уже есть, теперь нужно его продолжить, развивать, как бы... Это здорово. На базе детской школы искусств Хазангапа я создал оркестр детский, он тоже будет участвовать в конкурсе. Ну, в дальнейшем будем работать... Надо идти вперед, да, и совершенствоваться. Спасибо. Мы благодарим, да, наших гостей, благодарим генерального партнера Доброго Утро, программы Твое Утро. Это компания Хангруп, которая является крупным застройщиком в районе Бат-С-2. Скоро новый проект, о котором мы вам расскажем в рамках программы Твое Утро. Мы также благодарим моторные масла Аволь и также мебельный центр Дядькова, который находится в торгово-развлекательном комплексе Алатау. Торговый центр «Наурыз», который находится по адресу улицы 101-й стрелковой бригады. Коворкинг-центр, коворкинг-успех здесь и сейчас. Вы можете всегда, дорогие друзья, прийти на любое мероприятие и посоветоваться с бизнес-тренингами и тренерами по номеру 8775-418-8379. На сегодня все. Мы с вами прощаемся. Завтра суббота. Не забывайте, что рабочий день. В завершении эфира мы, Маша Максимлюк, Дмитрия Ши, желаем вам хорошего дня. Друзья, впереди выходные, проведите их достойно. Много праздников, значит, много хорошего настроения. Желаем вам удачи, всего хорошего. И не проспите наши праздничные эфиры на телеканале Рика ТВ. Если не успели посмотреть, обязательно загляните на сайт rikotv.kz. До встречи, крепкого здоровья вам и вашим близким. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова